Дело очень интересное, актуальное, несмотря на то, что прошло уже 50 лет со дня тех студенческих протестов, до сих пор некоторые представители и яркие представители того времени, даже молодежи сегодняшнего, один из хоккеистов, сознательно играет в 68-м номером, чтобы все помнили о 1968-м году чешского происхождения. Вот на такую тему Николай Славович делает нам сообщение. Ну я, конечно, не буду говорить про 68-й год в Чехословакии, там была достаточно специфическая ситуация, хотя на самом деле события Пражской весны и Парижской весны, они были в чем-то созвучны не только по своему названию, Мы поговорим о такой классической, классических революциях 68-го года на Западе, непосредственно в западном, таком холеном, сытом капиталистическом обществе, которая не испытывала там ни проблемы с колхозами, ни проблемы с закрытием и взрывом церквей, ни с чем еще, но тем не менее, тем не менее, А в какой-то момент, в 1968-м году значительная часть западной молодежи ощутила себя в высшей степени фрустрированной, в высшей степени обиженной, угнетенной и так далее, собственно, чем? Будильником. Один из лозунгов о революции в Париже 68-го года, ну, конечно, громко это назвать революцией, если говорить в политологическом смысле, скажем так, событий 68-го года. Один из лозунгов был такой, прозвенел будильник, уже первое унижение. Наверное, этот лозунг очень понравится и студентам любых поколений и так далее, Но тем не менее, в основе его лежала вполне определенная идея, лежал вполне определенный принцип, что абсолютно любые внутренние ограничения, абсолютно любая дисциплина, абсолютно любые зачатки аскезы, даже в самом минимальном смысле, я не говорю о монашеской аскезе, Просто об элементарном умении, там, держать себя в руках и встать рано утром для того, чтобы идти учиться, скажем, а не валяться с подругой в постели, там, и хорошо, если только с подругой. И это уже само по себе является неким репрессивным актом со стороны общества, и именно по этой причине это общество нужно разрушить, что называется, от основания до затем. До основания а затем. Вот. И что поставить на его место? Был еще один хороший лозунг, в кавычках хороший, этих выступлений. И пролетарии всех стран развлекайтесь. То есть сущность той идеологии, с которой выступали эти молодые люди в 68-м году, состояла в том, что нужно развлекаться, нужно предаваться удовольствиям, а какие это удовольствия? Это секс, то есть это год, когда то, что называлось сексуальной революцией, стало действительно реальностью, причем, опять же, что интересно, как только она совершилась, она тут же, немедленно, в течение буквально года из сексуальной революции превратилась в гомосексуальную, потому что начались протестные выступления, как сейчас выражаются, сексуальных меньшинств, то есть садомитов. Они начали выступать за свои права, проводить гей-парады и так далее. То есть в этом смысле как бы сексуальная вседозволенность очень быстро выскочила за любые рамки. Это наркотики, то есть употребление всего, что только можно и что только нельзя, невзирая на последствия, тем более, что значительная часть этих последствий осознавалась достаточно долго, только уже фактически пришествие СПИДа на рубеже 70-х, 80-х годов показало ту биологическую цену этого образа жизни, который навязывался революции 68-го года. Ну, это, понятное дело, рок-н-ролл, это безделье, это бродяжничество и это насилие. Потому что вопреки тому, что говорили идеологи 68-го года, о том, что они выступают за ненасилие, они выступают за демонтаж насильственного государства, насильственного общества, в этом смысле одинаково, будучи как бы на риторическом уровне левыми, они одинаково выступали на словах и против США, и против СССР, и только немножко маоистский Китай им больше нравился, потому что там как бы вот эти банды хунвейбинов, которые линчевали по указке Мао его политических противников, они извне для внешнего мира выглядели как представители студенческой общественности, что называется, как настоящие бескомпромиссные революционеры. Вот. Но на самом деле эти люди были совсем не против насилия, они считали, что это насилие должно обязательно быть, но только оно должно идти со стороны террористических групп всевозможных. И одним из результатов такой как бы квази-ненасильственной, когда только покидали в полицию там камнями, бутылками с зажигательной смесью и так далее, но для Парижа в этом нет ничего особенного, это регулярное развлечение. Собственно, сейчас, 50 лет спустя, там тоже кидают бутылки с зажигательной смесью, там тоже протестуют, но на сей раз под лозунгами, что долой мигрантов, хотя мигранты при этом тоже активно участвуют и в этой движухе тоже, даешь цены на бензин низкие и все в том же духе. То есть развлечения у парижан примерно одинаковые. Но вслед за вот этой волной 68-го года пришла эпоха красного терроризма в Европе, когда действовали такие организации, как группа Бадер-Майнхоф, фракция Красной Армии в Германии, красные бригады в Италии, они убивали там видных промышленников, министров, премьер-министров и так далее. То есть целая волна левого терроризма, которая потом перескочила и на Ближний Восток тоже, потому что именно вот эти леваки из Европы, ну еще отчасти при поддержке, скажем, ГДРовских спецслужб, они активно обучали ближневосточных террористов. То есть, скажем, все корни ИГИЛ, начальные, самые начальные, вот этого совершенно дикого, несвободного движения там с паранжами, с рабовладением, с сексуальным рабством и так далее, как ни странно, вот в этой левацкой революции 68-го года. И в этом тоже, кстати, нет ничего удивительного. Скажем, очень многие из вот представителей такой радикальной толерантности, для них оказывается чем-то само собой разумеющимся, что вот эта радикальная толерантность, она должна работать на разрушение христианского общества в Европе. То есть разрушать католичество, православие, там то, что осталось от протестантизма, если еще что-то осталось, но при этом посягать, скажем, на те жесткие, иногда сверх жесткие такие ультра-исламистские режимы в мигрантских, например, сообществах, они ни в коем случае не решаются, мало того, скажем, время от времени какие-нибудь колоритные персонажи, типа ирландской певички Шинату Коннор, которая очень много, кстати, сделала там для легализации в Ирландии, в такой в ультракатолической еще недавно стране, абортов и так далее, на следующем шаге она вдруг берет, принимает ислам, меняет имя и так далее. То есть вот тоже идут такие парадоксы. Вот такое парадоксальное движение, которое на самом деле до сих пор не закончилось, вот прошло 50 лет, а фактически в глобальном смысле мы до сих пор живем именно в 1968 году, европейском, именно европейском и американском, потому что доминируют все те же самые тенденции. То есть вот это идеология радикальной толерантности, это идеология радикальной вседозволенности, это идеология уравнивания всего со всем, приводящая уже просто к поиску с фонарем каких-нибудь, а вот какое бы нам еще найти меньшинство, чтобы его тоже уравнять в провалах. Вот уже придумали там туалеты для трансгендеров и так далее, давайте еще придумаем туалеты для ультра-квир-трансгендеров. И ни в коем случае не будем их смешивать с предыдущими. То есть вот это вот уже, я бы сказал, так сказать, похоть равноправия, которая поразительным образом сочетается, ну, откровенно говоря, с террором в адрес людей, которые не приемлют вот этой похоти равноправия, вот этой похоти толерантности. То есть, скажем, в современном, если, ну, многие, скажем, особенно старшие поколения, знают такое понятие в Америке, как маккартизм, когда правительство, сенаторы, правая часть общественности преследовало, ну, представителей, скажем так, коммунистов в американском послевоенном креативном классе. Ну, в какой-то момент они со всем этим покончили, решительно осудили, как бы жертвы этого маккартизма стали героями, но сейчас, в общем-то, в Америке происходит тихий маккартизм, только направленный в основном против правых, против консерваторов. Сейчас практически немыслимо в Голливуде сделать карьеру консерватору. Если он, скажем, там случайно оказался, то его начинают подтравливать и всячески унижать, как Мэла Гибсона, причем не скрывают, что ему, в общем-то, мстят за фильм «Страсти Христовые», за то, что он вообще такой достаточно традиционалистский, ориентированный католик. Вот, и, ну, а других Гибсонов уже просто нет, потому что им даже не дадут состояться, потому что, скажем, например, достаточно мощные структуры в той же, скажем, кинокритике загидают просто помидорами любой фильм, который хоть на шаг отойдет в сторону вот от этой повестки толерантности. Вот, мало того, даже когда, скажем, какие-нибудь представители сами, в общем, этой общественности, как авторы вот знаменитого сериала «Карточный домик», пошли куда-то не туда, и фактически они создали демпартии американской такой имидж, что она проиграла выборы и победил Трамп, ну, за это, как бы, с Кевином Спейси, в общем-то, припомнив его известные грехи, расправились показательно так, что он просто уничтожен оказался, как медийная фигура. То есть, это толерантность абсолютно односторонняя, абсолютно воинствующая и уничтожающая. И главное, так и должно быть. То есть, ни в коем случае не сделайте ошибку, если вы встретите представителя такого типа, пытаться ему доказать, ну, как же, должно быть равноправие, должно быть равенство точек зрения и так далее. На это вам дан давно теоретический ответ. И, собственно, основателем того идейного течения, из которого вырос 68-й год, Гербертом Маркузе, основателем франкфуртской школы философии, которая лежит, в общем, в основе вот всего того безумия, которое сейчас происходит на Западе. Поподробнее, если хотите, скажем, узнать, ну, в достаточно популярном изложении, ну, подробно, что это такое, почитайте прекрасную книгу американского консерватора Патрика Бьюкенена «Смерть Запада». У него там есть целая глава, посвященная такому явлению, как культурный марксизм. Вот, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем в Западной Европе и в Америке, это именно вот этот катастрофический накат этого культурного марксизма, который отличается от классического марксизма следующим, что классический марксизм говорил, что нужно освободить производителя, то есть прежде всего рабочего, крестьянина и так далее, и установится справедливый социальный строй. Но уже вскоре после Октябрьской революции в России значительная часть западных марксистов обнаружили, что происходит что-то не то, что вот вроде рабочих освобождают, крестьян освобождают, а внутри, в общем-то, они остаются все теми же. То есть они верят в Бога, они вот как-то хотят по-прежнему нормальной, человеческой, что называется, более-менее традиционно-патриархальной семьи. Скажем, в Советском Союзе, при том, что вытравливалась вера в Бога, при том, что, в общем, вытравливались все основания традиций и так далее, тем не менее, в каком-то пусть искаженном виде, но установилось абсолютно такое неотрадиционное общество, и бабушки нам говорили, что вот мы себя в ваши годы так не вели и достаточно часто не врали. Хотя тоже можно вспомнить про бесчинство комсомола в 20-е годы, но тем не менее, как-то это все вычерпалось в какой-то момент. То есть естественная патриархальная структура общества, она настолько глубоко зашита в человека, что она самовосстанавливается. И от того, что вы установите там коммунизм, капитализм, социал-демократию, что-то еще, она никуда не исчезнет. Она все равно самовосстановится. И вот тогда-то культурмарксисты и сказали, что нет, нужно атаковать не капитализм как форму собственности, не хозяйство, не пытаться освобождать этих ужасных патриархальных рабочих, нужно взяться за студенчество, нужно эксплуатировать его молодость, его как бы страсть, что называется, перепробовать все, что только можно и разрушить вот саму патриархальную, саму теоцентричную модель человека. Потому что, ну, по-другому никак действительно нельзя, скажем. Вот если, скажем, вы там были хоть немножко многодетным родителем, но совсем чуть-чуть многодетным, на уровне там двух-трех детей, ну, у нас, скажем, четыре, вы обнаруживаете через какое-то время, что без иерархии невозможно. Что вот, может быть, в семье там из серии «мама, бабушка, сын» еще можно без иерархии, потому что там фактически это иерархия в виде того, что диктатором является сам ребенок. Вот, то есть это такая неправильная иерархия, но это тоже иерархия. Но в нормальной многодетной семье без иерархии внутри этой семьи никак жить невозможно. То есть таким образом в любой, ну, в любом способном к самовоспроизводству обществе, демографически к самовоспроизводству, а только общество с многодетными семьями, где прибавляется хотя бы один ребенок к поколению бабушек-дедушек, оно способно демографически самовосстанавливаться. То есть в нем будет иерархия. И, соответственно, если это общество каким-то образом пытаться ломать и сделать его не иерархическим, то это нужно, во-первых, уничтожать его демографической основой. То есть поставить на место семьи чисто сексуальное удовольствие. Поставить на место работы, потому что, опять же, человек, который работает, он внутри себя вынужден выстроить некоторую иерархию. То есть я сначала делаю вот это, потом вот это. Вот у меня есть более важные дела, а есть менее важные. И никогда развлечение, скажем, не может быть более важным делом для работающего человека, если он, там, не знаю, не кинокритик. Мне повезло, я немножко кинокритик. Ну и то. Так вот, то есть любое нормальное, самовоспроизводящееся общество, оно всегда будет немножко иерархичным. Значит, что нужно делать? Значит, какие последствия могут быть слома, вот такого левацкого слома в нем иерархии, это его самоуничтожение. Собственно, то, что мы сейчас наблюдаем на Западе достаточно активно. То есть мы наблюдаем демографический коллапс, который сопровождается активным пришествием мигрантов. Мы наблюдаем, в общем-то, ну, распад, ну, любой, как бы, любых каких-то нравственных связей, ориентиров и так далее. То есть они, конечно, сейчас пытаются перестроить их на новый лад в надежде, что, может быть, какие-нибудь технологические возможности, где-то там искусственное удовлетворение, оплодотворение, выращивание там детей в каких-нибудь искусственных матках и так далее, вот эту демографическую самоликвидацию остановят. Но пока этого не будет, мы будем наблюдать вот такое достаточно странное общество, которое сложилось там сейчас. Но при этом это общество будет агрессивно. Почему? Потому что, как сформулировал Маркуза, о котором я уже говорил, необходима репрессивная толерантность. Потому что та толерантность, которую проявляет настоящее либеральное общество, то есть ты можешь высказаться, и ты можешь высказаться, и ты тоже можешь высказаться, что в этой ситуации будет? В этой ситуации будут доминировать мнения людей из нормального большинства, у которых есть нормальная семья, у которых есть нормальная работа, и, соответственно, они всегда будут консервативны. То есть даже если их долго либерально обрабатывать, на большой дистанции они все равно будут консервативны. Значит, что нужно, чтобы всегда доминировали либеральные революционные ценности? Правильно, никакого равноправия, никакой свободы высказывания, никакой там свободы слова, никакого равенства точек зрения. Только доминирование левых точек зрения, что называется ультралиберальных, ультрагедонистических, ультрареволюционных, там только доминирование меньшинств над большинством, и никак по-другому. И, соответственно, современное западное общество, скажем так, по крайней мере, в своем, что называется, обамовско-клинтоновском, макроновском варианте, устроено именно так. То есть это машина, которая искусственно создает перевес, как бы, мнений левых и либеральных над правыми и над консервативными. И в этом смысле абсолютно понятно, что это переносится и на определенное геополитическое противостояние тоже. Потому что Россия, скажем, как носитель последние годы все более и более, скажем, традиционалистского мировоззрения, христианского мировоззрения, Россия, которая обращается к своим, как они считают, завшелым ценностям православию, народности, в общем, в значительной степени даже самодержавию, это вот такой точка сосредоточения всего того, что они считают самым ужасным для себя в мире. Скажем, Китай их в этом смысле, ну, он заботит американских правых, американских левых он совершенно не заботит, потому что у них там своя структура, и, скажем, ну, вряд ли вы там с китайским серьезным коммунистом найдете почву на борьбе, а давайте осудим вместе гей-браки. Слушайте, ну, а у них как бы есть какая-то своя коммунистическая этика, но в целом в этой культуре это все совершенно безразлично, как и в многих других как бы неевропейских культурах, это все безразлично. Это все релевантно прежде всего в том, что касается христианской культуры. И, соответственно, Россия как самая мощная, самая неразрушенная, точнее восстановившаяся, то есть нам в этом смысле, я, конечно, совершенно не хочу в данном случае оправдывать революцию, скорее наоборот, но, тем не менее, нам в каком-то смысле провиденциально повезло, что по нам ударили тогда, вот все эти левые идеи, когда они не носили еще такого разрушительного для человеческой антропологии характера. Они касались прежде всего там социально-политических, экономических отношений и так далее, они еще не затрагивали вот, по крайней мере, достаточно глубоко сферу семьи, сферу нравственности и так далее. То есть большевики достаточно скоро обнаружили тот факт, что либо они опираются на более-менее классическую семью, либо у них не будет там ни экономики, ни армии, ничего. И за счет этого они нас на какое-то время подморозили. То есть в этом, в плане уровня жизни для нас это, безусловно, было тяжело, но в плане, скажем, духовного развития мы видим, в какую сторону развился духовно-константинопольский патриархат, который все это время жил в общезападных, в общеевропейских трендах. То есть до того, что, понимаете, ладно, ну то есть не ладно, как раз это ужасно, что они устроили вот этот раскол, связанный с Украиной и так далее, но, скажем, одновременно с этим фактически обновленческие элементы в каноническом праве появляются, вроде второбрачия священников, одновременно с этим появляются какие-то странные, совершенно безумные вещи типа заупокойных служб о собаках, то есть непонимание, в общем, принципиальной идеи того, что такое христианская антропология, почему при всей нашей нежной эмоциональной любви к братьям нашим меньшим мы не можем служить в церкви за собак. Вот, то есть, и вот, грубо говоря, на этом примере мы видим, скажем, ну в значительной степени истоки того, духовные истоки того, как бы канонического раскола, который мы обнаружили за последние месяцы, что фактически это уже, ну, скажем, не православие по своим философским принципам, по своему взгляду на человека, по своему взгляду на Бога, по своей, скажем так, методологии мышления. То есть, если перечитать большинство, скажем, теологов современного константинопольского патриархата и просто сравнить их, скажем, с писаниями святых отцов, мы поймем, что это другое мировоззрение, что они, в общем, пользуются иногда теми же словами, иногда еще начинают, скажем, затрагивать какие-то совершенно священные для нас вещи, как там исихазм, умная молитва и так далее, но при этом это люди, говорящие, ну, действительно, на языке того же Маркуза, на языке, там, всех прочих вот этих вот, на языке, там, фрейдизма и постфрейдизма и так далее. То есть, и в этом смысле я боюсь, что в данном случае, скажем, как вот конкретное, там, духовное, идейное сообщество, мы этих людей потеряли навсегда, и то, что они эту потерю решили оформить в виде вот такого своего раскола, ну, это, к сожалению, печальная, как бы, реальность, но это уже следствие его, их духовного откола от себя, духовного откола от нас. Ну, самое главное в этом смысле только одно, чтобы мы сами не повторили их путь, их духовное движение, чтобы мы не слушали, вы, наверное, скажем, тех наших лже-друзей, которые у нас здесь говорят, а вот что такого, собственно, вы у них нехорошего увидели, а вот давайте-то как-то помягче и так далее. Вот. К сожалению, это уже просто представители совершенно другого мировоззрения, другого духа, до того самого духа, который когда-то родился в 68-м году, из фразы про то, что будильник прозвенел, это первое унижение. Вот они точно так же думают, скажем, о молитве, о молитве, о канонах, о любых элементах христианской дисциплины, и они это воспринимают не как служение Богу, а именно как унижение. Ну, наверное, это все, что я хотел сказать, я, наверное, еще и время, в общем-то, перебрал. Спасибо большое.